Народное славянское радио Продолжаем разговор. Это означает, что наступают у нас купальские дни, а по нашим всем устоям праздники славянские не длятся, как правило, вот такие, которые связаны не только с календарными, но и природными явлениями, не длятся один или два дня, а тут растягивается надолго, и упоминаний о том множество. Купальские дни — это очень-очень много, но вот пик, как правило, приходится на сам день солнцеворота. И ещё по другой традиции, когда почитается именно день самого Бога Купала. Но это, опять же, не тема сегодняшней нашей передачи. Я просто поздравляю вас с тем, что наконец-то это наступило, и давайте-ка, как это положено, нашими предками и поконом проведём с достоинством эти праздничные светлые дни. Итак, «Школа родовой мудрости. Ведическая семья» — такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Сурияр. И мы переходим к вопросам, репликам, которые были в чате Народного славянского радио и в канале Ютуба. Итак, смотрю, что тут у нас появлялось. Появлялось у нас вот что. Вопрос в эфир от Данила. Здравия ведущему и сказителю. «Сурияр, а что лежит в кавычках в основе ведической семьи? Какие качества добродетели там может приобрести, вспомнить или всплотить в жизни душа сущность?» Благодарю за ответ. Алексей, несложно, повтори ещё раз. Давай так. «Какие качества добродетели там может приобрести? Вспомнить или воплотить в жизнь душа сущность?» Ну то есть сущность у человека, вот она здесь появилась, и наступило время, когда надо объединиться для создания славянской семьи ведической. И что там получает эта сущность? Какие добродетели? Какие качества добродетели? Тут то ли немножко неправильно построен вопрос, меня пусть простит человек, задавший вопрос, но я чуть-чуть не вылавливаю. Потому что ты приходишь в семью, неся в себе определённые добродетели. Ты живёшь в семье, получая понятия о новых добродетелях и взращивая их в себе. Просто какие они, это там один вопрос, если там перечислять их, это одно. Если посмотреть, что там является основой семьи, и поэтому, что является основной добродетелью семьи, это немножко другое. Как здесь, Алексей, если не сложно, ты тогда, может быть. Ну, ты знаешь, я думаю, что всё-таки что-то всё равно человек приобретает на этой земле. Для чего он сюда приходит? Для того, чтобы, наверное, и развить что-то, может быть, что-то укрепить, может быть, что-то взрастить в себе, и, может быть, что-то и приобрести. Ведь никто не исключает того, что человек пришёл на землю, и у него что-то было недоработано, может быть, в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, не обязательно на этой земле, но, может быть, в других землях. И сюда он явился для того, чтобы встретиться с какими-то людьми, которые ему помогут приобрести. Ну, посеет какое-то зерно, которое прорастёт, и он скажет, «О, вот этого у меня не хватало, вот этого точно не хватало». И он к предкам вернётся и скажет, «Вы знаете, вот этот урок я прошёл, и я приобрёл вот это качество, и я его сумел развить». Ну, к примеру, у кого-то из мужчин сейчас, я знаю таких много, которых не хватает именно мужского такого начала. Мужик сказал, мужик сделал. Не самодурия, нет мужского начала, такого правильного проявления воли, такой мужской воли. Вот я надо это делать, и я это делаю. Вот. У кого-то не хватает, может быть, осознанности и состояния любви. Вот. Может быть, кому-то необходимо это усилить, а кому-то, может быть, приобрести. Поэтому я здесь и с тобой отчасти согласен, что человек уже должен входить в семью, если мы говорим про наши ведические основы, он должен входить в семью уже в себе что-то имея, имея представление, азы, основы, которые он получил от папы с мамой, от дедушек, от бабушек, от братьев-сестёр, от родственников, и в семье он только это усиливает. Но мы-то сейчас рассматриваем современные условия, где уже ни рыба, ни мясо, как говорится, и с нуля приходится много приобретать. Преемственность поколений, к сожалению, разрушена. Поэтому вот давай расскажем так. Какие, для начала, какие качества добродетельные человеку в семье необходимо проявлять? Вот ты сказал про детей, что надо народить много детей. Но ведь дети — это не просто поросятки розовенькие с хвостиком, такие миленькие с пятачками. Нет, дети человеческие отличаются от животных тем, что какие-то другие качества у них заложены, и какие-то другие качества в них развиваются. Поэтому и папа с мамой также должны отвечать этим качествам, они должны соответствовать. Иначе, представляешь, сущность такая сверху свалится, великая, могучая, какой-нибудь там волх, ведун какой-нибудь в семье, а они там в лучшем случае в арне-весе находились. И что дальше они с ним будут делать? Да он их к ногтю и построит. Уже из люльки будет им показывать, как становиться, как строиться и как обряды проводить. Давай поговорим, какие всё-таки качества должны быть проявлены в семье со стороны мужчины, со стороны женщины. Хорошо, давай сейчас попробую сформулировать. Ну, тут просто, видишь, сам по себе немножко завис вопрос, как бы является ли, ты вот там упомял волшебных этих чудесных розовых поросят, не в плане критики, а в плане размышления. То есть само по себе рождение детей является ли добродетелью для человека? Вот. Я думаю, что, безусловно, является, потому что, как бы, исполняется завет жизни о продолжении самой жизни, да. Но это, как бы, это не является вашей добродетелью приобретённой, это то, что вам дано, как функциональная возможность вашего тела, организма. Вот и всё. Поэтому записать эту возможность и даже реализованную в добродетели мы можем как бы с достаточно большой натяжкой. Вот сейчас, секунду, вот хорошо ты сказала, давай мысль пришла, пока не убежала, а то мысли такие, появляются и бегают. Вот смотри, держу, смотри, какая ситуация. Добродетели построить дом? С одной стороны, нет. Почему? Потому что дом — это только инструмент для твоего проживания. Ну, с другой стороны, добродетель это может быть, если дом сделан качественно. Потому что от того, какой дом качественный, так тебе и уютно в нём жить. То есть какими качествами ты его наделил. Если дом просто из прутиков, то ты будешь всё время бегать с тазиками, потому что с крыши течёт, и затыкать все щели, потому что дует, да. И там, в общем-то, будет твоя жизнь превращена в какие-то проблемы, в выживание. Сама жизнь будет в выживание превращена. А если дом добротный, качественный, всё на месте стоит, всё предусмотрено, есть где сидеть, есть где лежать, есть где с детьми играть, есть где готовить, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. В этом случае тогда дом превращается в добродетель и одновременно в качественный инструмент для твоей жизни. Поэтому недостаточно просто родить ребёнка и порадоваться. Ух ты, какой уйти-пути-пути, да? А нужно сделать так, чтобы ребёнок здесь появился именно в благости, в радости, в любви. То есть основа была добродетельная, основа была жизненная, могучая, сильная. И вот тогда уже в него при помощи своих каких-то качеств, при помощи семейного союза ты сможешь добродетель вкладывать. Поэтому рождение ребёнка, если это правильное рождение, это добродетель. Если это просто так где-то чего-то с кем-то, да, как мы сейчас говорим, законная проституция, и не дай бог там залетел, как некоторые говорят, то это не добродетель, это проблема. Поэтому я думаю, что рождение ребёнка в едической семье это уже добродетель, это основа всего дальнейшего, что с этим ребёнком и в этой семье должно происходить. Вот такое у меня видение, вот такая мысль. Всё, отпускаю. Ну, то бишь, если, значит, то, что ты сказал, рождение ребёнка в едической, значит, если мы, если вот данное действие, да, рождение ребёнка происходит осознанно, с определённым взглядом на это дело, это уже как бы изначально может являться добродетелью. Ну, тут немножко надо нам, как мы любим покататься, вернуться к самому слову добродетель, то есть смысловая составляющая этого слова как таковое. Добро – деятель. Добро – деятель. А что есть добро для деятеля? Я просто, скажем, ну, не, даже не этимологию, наверное, беру, а просто смысловую составляющую. Это то, что ты как бы бескорыстно, бескорыстно посвящаешь жизни через служение людям, через, ну, собственно говоря, наверное, в первую очередь через служение людям, проявление, помощь в проявлении для людей, опять же, каких-то хороших качеств, вот это, наверное, то, что есть добродеяние и добродетель, добродеятель или доброделание. Вот, наверное, так. Алексей, согласен? Да, я думаю, всё, что приносит, что усиливает род, державу, общество в этой державе, семью и тебя лично, это является добродетелью. Всё, что разрушает, добродетелью назвать уже нельзя. Поэтому, если в твоей семье появляются крепкие дети, которые унаследовали самое лучшее от тебя, которые несут в себе божественное, то есть они для державы рождаются, для того, чтобы её усилить, содержать землю в порядке, чтобы всё было по-божественному, по-нашему, по-праве, в этом случае это является добродетель. Если это просто у забулдык кто-то там выскочил, который кривой, слепой, хромой, и что-то с ним ещё происходит, то в этом случае будет ли это добродетелью? Я думаю, что нет. Для державы пользы никакой, для твоей семьи пользы никакой. Для них может быть, потому что они, может быть, для этого и поставили, чтобы пережить. Но это отдельный, опять же, вопрос кармической связи, не будем о этом говорить. Для общества тоже. Поэтому, когда мы рассматриваем с точки зрения, есть ли польза державы, обществу, семье, тебе, лично, как великой сущности проявления божественного, вот если плюсы здесь, если добро, то в этом случае это добродетель. Если хотя бы один из параметров шаткий, то в этом случае задумайтесь, добродетель это или нет. Вот я думаю, вот в этом качестве, да, это добродетель. Ну, потому что, видишь, хотим мы или не хотим, мы все-таки, общаясь даже через эфир с людьми, обязаны все-таки просматривать какие-то ключевые позиции, смысловые составляющие тех или иных слов, чтобы более качественно то, что бы мы хотели донести до людей, доходило. Вот, и поэтому, возвращаясь к семье, мы скажем, что, да, рождение детей осознанное для продолжения укрепления и умножения рода уже само по себе является добродетелем. Следующим добродетелю в семье это умение правильно воспитать людей как достойных человеков, как достойных продолжателей традиций, дела и обычаи. рода. Это тоже является добродетелем. Третий добродетель, который вы можете здесь почерпнуть и, собственно говоря, получить возможность. У нас есть такое тривиальное, размытое и практически потерявшее свое смысловое первичное составляющее слово любовь. Вот. Его так настолько размыли и растерли по всем углам, что оно неизвестно ныне во что превратилось. Но как часто разбирая по коду вас логовому, там Алексей тоже, наверное, помнит, что есть любовь. люди богов ведают. Вот. Оно звучит красиво, поэтично, но, опять же, если мы немножко как бы взглянем чуть глубже, то подразумевается, что люди богов ведают, это, значит, сам наш родовой обычай, он изначально нам говорит, кто такой ты? Аз есмь, да? Аз есмь, суть божественного бытия, пребывающая в этом мире и идущая вечность и свой путь созидания и правды. Вот что такое аз есмь. И, соответственно, люди богов ведают, это, значит, ты увидел бога в другом, ты увидел бога в себе, ты увидел бога в окружающем мире, а в данном случае, раз мы разбираем контекст семьи, значит, ты увидел бога в своей женщине, ты увидел этого бога в себе. Вот. Тогда и возникает то, о чем мы говорили, любовь, потому что по нынешним временам, как я сказал, что это слово растерли по всем углам, и оно, собственно говоря, получило только в большинстве голов проявление только одного качества, совокупления самого обычного потребного смысла между мужчиной и женщиной. Мы же говорим, любовь это увидел в другом божественное проявление, и точно такое же увидел в себе, потому что в нашей традиции ведической русской она в первую очередь как бы говорит, что семья это союз равных. никто здесь не в приниженной, никто здесь не в превышенной ситуации, просто, как говорится, разный ход у мужчины и разный ход у женщины, соответственно, функционал и задачи, и долженствование в семье перед каждым стоит свое. И возможность обрести вот этот опыт взаимодействия качественного, позитивного с другим полом, с противоположным. Слово противоположное может быть не очень хорошее, но оно в той или иной степени обозначено, потому что, как я в предыдущих эфирах говорил, что каждый из нас, приходя в воплощение, он с момента рождения, даже с момента зачатия, в той или иной степени, но с рождения однозначно он находится в отделенном состоянии от целого. То бишь, ты выделен для того, чтобы пройти свой путь в отделенном состоянии, но имеется в виду, ты стал человеком для того, чтобы через тебя единое постигало жизнь, а ты, как сама жизнь, постигал окружающее для того, чтобы двигаться дальше, но это не убирает одну как бы из основных задач заново обрести свою целостность, то бишь, соединиться в целом, в самом себе и с окружающим миром. И взаимодействие с женщиной, вот если мы переходим к осознанному взаимодействию, это как раз то, что я и говорил, великая возможность и великая практика, то, к чему мы как бы в семейной жизни можем прийти, но, к сожалению, подавляющее большинство даже близко не задаются подобным вопросом, поэтому для них семья пока условно еще кровь не то, чтобы горяча, а гормональные всплески достаточно интенсивны. Это которое, собственно говоря, тянет на уровне природных начал мужчину к женщине и женщину к мужчине. Оно им интересно, интересно, но как известно, и это достаточно опять же хорошо известно, что через год максимум через три половое выречение, если не возникло то, что перед этим мы разбирали, любовь, оно исчезает. А что такое любовь, это не химия, не гормоны, я говорю, и мы к этому уже не раз в наших эфирах возвращались, это возможность Духа увидеть другой Дух, то бишь Божество видит Божество в другом. И в этот момент, если им удалось достичь подобного состояния, вот это разделение исчезает. И это та великая возможность, то великое благо, то великое делание, то великое добродетель, которое, с одной стороны, может через вас проявиться, а которое может вас преобразить. Вот что такое ведическая семья в своем высшем проявлении. И это по большому счету не связано с варновой составляющей, потому что варновая составляющая просто подразумевает несколько различные устройства внутреннего хода семьи. Сейчас я немножко этого коснусь. Если труженики семейная пара, значит они пребывают в труде, в делании ежедневном для того, чтобы созидать блага явного мира и там по мере своего понимания и созидания этими благами делиться с миром, получая от него подобное. Если варна весевая, уровень возможного произведенного блага может быть несколько выше, поэтому женщина уже больше занимается домом и она служит одновременно и мужу и роду, так как она пришла в этот род. если варна витязи или кшатриев в индийской ведической традиции, она подразумевает, что женщина разделяет с мужем его служение правде и она служит своему мужу и он служит этой правде, правде веды, правде жизни и эту правду даже порой ценой своей жизни он защищает и утверждает. Это таково. Если мы берем семью ведущих или Браминскую, если в индийской ведической традиции, там безусловно идет разбор построения семьи как таковой, поэтому я говорю с варной составляющей, у нас достаточно много связано, значит в этой составляющей жена безусловно служит мужу, а муж служит Богу. И соответственно женщина осуществляет служение Богу через мужа, а муж осуществляет непосредственно. Вот таким образом в варновых составляющих семьях, ну просто тут надо наверное разбирать немного более подробно, но сегодня коснемся схематически, потому что как бы в дальнейших эфирах нам надо будет разбирать все-таки основы воспитания в тех или иных семьях и основы определения как бы своих варновых составляющих, ну а так как сейчас есть возможность в той или иной семье, бывает, что приходят дети на варну, на две, а то и на три превышающие варну родители, чтобы родители, если вдруг такой ребенок у них появился, чтобы они тоже были к этому готовы, и если среди вашей семьи родился ребенок потенциально ведущий, вы не препятствовали ему его пути в этой жизни, чтобы он смог пройти свой путь именно духовного постижения, восхождения. Алексей? Да, ещё надо отметить, что в семье не только про детей идёт речь, не только про добродетели, которые связаны с рождением, воспитанием детей, но ещё и добродетели усиления или проявления половых качеств женщины и мужчины. Вот слово «половой» я применяю не в сексуальном, как сейчас некоторые опять же могут себе представить, а именно половинки, половинки одного целого. Мужчина должен стать мужчиной, он должен взять на себя определённые обязательства с тем, чтобы проявить как мужчина себя в этой жизни. Женщина дальше должна взращивать себе женщину и проявиться до конца как женщина, потому что просто оставаться девушкой. Может, как сейчас девушка, там девочки, я так слышу, так 50-70-летние барышни друг к другу обращаются девочки, меня так это умиляет, они так девочками на всю жизнь остаются. Женщина женского чина, это звучит намного более приятно моему слуху, нежели чем просто девочке. Я, конечно, понимаю, что сейчас цивилизация приучила женщин скрывать свой возраст для того, чтобы казаться помоложе и так далее. Но опять же, помоложе казаться для чего? Для того, чтобы кому-то что ли отдаться с большими какими-то привилегиями. Вот мне как-то не очень понятно. Как-то выглядеть получше, чтобы соблазнительной быть даже под старость лет, вот мне вот это как-то непонятно, я теряюсь в догадках. Может, я не настолько испорчен, а может быть, наоборот, безвозвратно уже испорчен, что не могу ничего понимать в этой жизни. Но как-то меня это напрягает. Итак, одна ещё из добродетелей — это мужчина и женщина развивают свои мужские и женские качества. Женщина почитает мужчину как Бога и за счёт этого мужчина становится мужем, настоящим соратником в жизни, который добытчик, который защищает, защитник, в случае чего не только свою семью защищает, он защищает Отечество, Родину, Державу, а женщина является его берегением. То же самое мужчина должен видеть, как ты правильно сказал, женщине-богиню и помогать ей проявлять себя как женщине. Это лаская какая-то женская мудрость, которая сейчас утеряна во многих случаях, она как-то не проявляется. Так что добродетелей очень много. Но мы как-то с тобой очень зависели на этом вопросе, давай дальше. Ну, это важный вопрос. Да, важный вопрос. Но это на сегодня на самом деле один вообще из ключевых вопросов нынешнего как бы жизнеустроения, потому что если мужчина женщины не придут к согласию, ничего хорошего нас не ждёт. Ни нас, ни общества, ни страну. Да, это основа основ. Сразу реплика солнца. Ой, подумаешь, девочки сказали, причём тут помоложе. Да когда себя взрослые женщины называют девочками, это говорит об уровне их понимания жизни. Понимаете, когда себя, ну, скажем так, груша, плод, плод груши или яблоко называют цветочком, то это означает, что яблоко не понимает, что оно уже не цветочек. Вот вы должны просто понять, что всему своё время. И если девочкой себя называет женщина 40 лет, это говорит о том, что вот здесь вот в голове у неё что-то не сложилось, она что-то недопонимает. Она стыдится своего возраста подсознательно. она стыдится потому, что что-то там в голове не сложилось, что она подсознательно хочет выглядеть моложе. А когда она хочет выглядеть моложе, это говорит о том, что что-то она не догнала в других вопросах. Потому что женщина часто, та, которая что-то не догнала и не поняла в этой жизни, она пытается взять своей якобы красотой. Вот эта величайшая глупость из глупостей. Красота девичья, она так или иначе всё равно проходит. Вы можете себя называть кем угодно, цветочком, девочкой и так далее. Но если вы ещё не поняли, в чём ваше предназначение, то так вы девочке и останетесь. И своё предназначение не исполните и ничего у вас не получится. Вот в чём проблема. Просто утеряно понимание. Никогда бабушка в древности не стыдилась, чтобы к ней обращались бабушкой. Мать никогда не стыдилась, чтобы к ней обращались мать. женщина женского чина гордилась, что её считали в обществе женщиной, а не какой-то там девкой, не какой-то девочкой. Девочкой — это которая ещё ничего в этой жизни не понимает. Вот о чём идёт речь. Вот пишут, «Но всё в голове не сложилось». Да, не знаю, не знаю. Посмотри более спокойно солнце, сядь спокойненько, выпив водички, веером себя, пахалом остуди, подумай. Может быть, на самом деле Алексей какие-то вещи сказал, которые помогут разобраться в чём-то жизни. Давай дальше. Антон, реплика в эфир. Главные условия для выбора спутника жизни — десятилетняя разница в возрасте, всё остальное неведический блуд и трёп. Что скажешь? Ещё раз очень такое хорошее категорическое высказание. Хотел бы ещё раз его услышать. Антон написал, «Главные условия для выбора спутника жизни — десятилетняя разница в возрасте. Всё остальное неведический блуд и трёп». Неведический блуд и трёп. Ну, то есть, если есть десять лет разницы, то всё, всё получилось, всё хорошо и можно тогда семейный союз образовывать. Если нету, то в этом случае это будет всё неведическое. Я вот так понял. Ну, как сказать, конечно, Антон, как великий строитель ведических семей, наверное, имеет право на своё существование, извиняюсь, на своё мнение. Вот. Но как бы позволю всё-таки себе с этим не согласиться, потому что, как ты хоть называешь меня автором-сказителем, но вообще-то как бы по жизни я отношусь к варне ведающих и, соответственно, имею там, имею слово, может быть, опять неправильное, взаимодействую, такое слово, с сотнями людей и за, в общем-то, плечами у меня сотни людей, прошедших обучение и, собственно говоря, поправивших в очень большой степени, во-первых, свои жизненные стези, поправивших стези своего рода, и это, ну, как бы не там, условно, моё мнение, придуманное о самом себе, а это, как бы у нас есть достаточно чёткое тестирование человека, когда он осознаёт, что ему необходимо попасть в обучение, ищет учителя, оказывается, и мы там показываем ему то состояние, в котором он находится, и там через определённое время сравниваем то состояние, к которому он пришёл, с тем, с которым он пришёл к нам изначально в обучении. Поэтому и, собственно говоря, достаточно часто приходится взаимодействовать с семьями, у которых в той или иной степени есть разлад, и выстраивать между ними отношения. И скажу, что опыт в данном случае у нас тоже в большинстве случаев удачный, в редких, ну, не в редких, там, и во многих случаях очень удачный. То есть, там, и семьи сохраняются, и, собственно говоря, и дети в этих семьях появляются, и жизнь продолжается. Поэтому 10 лет был такой наш учёный великий, я как бы это без всякого сарказма и чётко совершенно употребляю это слово. Русский учёный, все его знают, звали его Михаила Васильевич Ломоносов. Так вот он, в принципе, исходя из своего опыта, а опыт у него был совершенно, как бы, чётко, может быть, причислен к людям ведущим, к ведунам, если рассматривать нашу традицию, так как обладал безусловной учёностью, энциклопедическим знанием и рассматривал очень многие сферы жизни людей, вполне себе, почему после его смерти большая часть архивов, которые им были накоплены, были вывезены и где-то спрятаны, и до сих пор, к сожалению, мы их найти не можем. Но его мнение было таково, значит, брачующиеся мужчины и женщины, значит, нежелательно мужчине быть младше женщины более чем на два года и нежелательно мужчине быть старше женщины более чем на 15 лет. Вот таково мнение Михаила Васильевича Ломоносова, которому в достаточно большей степени я присоединяюсь, по крайней мере, я не нахожу ни единого противоречия из того опыта, который есть у меня и всего прочего. Насчет 10 лет я могу как бы рассказать уровни и как бы скорость развития физиологических особенностей мужчины и женщины, и почему соответственно физиологически женщина развивается раньше, а собственно мужчина в течение длительного времени ее догоняет в начале жизни. Потом мужчина набирает свою силу, свой статус, свой интеллектуальный потенциал, и собственно говоря, разница где-то в районе от 5 до 10 лет, она наверное, даже с точки зрения физиологии она вполне себе оправдана. Тут я с Антоном могу согласиться, но просто это не является панацеей от всех болезней и не обязательно ведет к безусловному счастью. Алексей? Да, я согласен. Единственная маленькая поправочка, все-таки на мой взгляд правильно называть русские имена не Михаил, а Михайло, потому что Михаил, вот эта приставка ИЛ имеет отношение к неким другим народом к ним. Ну, хорошо, все-таки Михаил. Поймал, ты меня поймал. Нет, не тебе, это не тебе, это просто реплика в эфир от себя. Тебя-то что ловить? Вот он, ты весь здесь, да? Ты весь здесь, че-то что ловить, да? Ладно, хорошо. Я считаю все-таки, что 5 лет разницы это вполне достаточно для начала, а дальше ну, будет 10 лет, ну, хорошо. ты понимаешь, тут могут быть и ровесники, Михаил и Васильич Ломаусе я понимаю, потому что я знаю массу семей, которые, собственно говоря, чуть буквально со школьной скамьи сошлись и живут себе весело, бодро и счастливо, и, собственно говоря, глядя на них, можно только радоваться. Поэтому, если добрались до великой добродетели, которую мы сегодня пытались разобрать в той или иной мере величаемой любовь, то, значит, здесь и есть то. Согласен с тобой, что сегодня несколько другие условия, поэтому перед нами примеры и счастливых, и несчастливых семей, но всё-таки мы должны учитывать 80% разводов, о которых ты в самом начале говорил, это говорит о том, что очень часто… Это говорит о том, что, да, люди не знают, как, для чего и почему. Да, и не соблюдаются какие-то элементарные представления о обязанностях мужчины и женщины в семье, для чего семья делается. В том числе, вот я хотел заострить момент такой, в древности всё-таки совместного обучения, вот такого, как сейчас есть, когда за одной партой могут сидеть и мальчик, и девочка, как в школе, так и дальше. В училище или в институте. Вот такого как-то я особо не припомню. Всё-таки были раздельные обучения. И это готовило девочек к тому, что они присматривали себе мужчин постарше, обращали внимание на мужчин постарше, а юноши, уже те, которые приходили к возрасту мужскому, уже где-то к 21 лету своей жизни, они обращали внимание всё-таки на девушек, на девочек помладше. Вот сейчас же, когда в одну клетку забрасывают и мальчиков, и девочек, и они сидят за одними партами, в одном коллективе находятся, они очень часто начинают смотреть или из одного потока, или из параллельного потока себе присматривать пару. И опять же, вот эти кучкуются молодёжные всякие, как это называется, с тусовки, вот там тоже, как правило, всё такого единовозрастного уровня. И вот здесь вот как раз может крыться та самая проблема в большинстве случаев, когда одногодки, они начинают спорить, кто из них круче. Вот это ещё одна из проблем. А я круче. Мужчина, как правило, на начальном этапе, потому что, как мы даже из физиологии знаем, там, если кто не знает, откроется, говорит, что женщина рождается уже практически с готовым набором генетическим, и в течение жизни он у неё особо не меняется, поэтому она изначально более полноценна. Мужчина же, как вот несущий, потому что, опять же, функционал мужской и женский, если мы разбираем в более глубину уходить, да, женщина отвечает, за продолжение рода. Мужчина в большей степени не только за продолжение, но и за совершенствование рода, потому что мужчина в течение всей жизни совершенствуется, потому что женщина, как правило, всё-таки в большей степени тело, опять же, уже получено у неё с полным набором генов, она его проецирует, она может развивать свои душевные качества, в том числе духовные. Мужчина в том числе совершенствует своё и тело. он набирает вот этот генетический материал всю свою жизнь практически потом. Ну, по крайней мере, до 35-40-летнего возраста. Алексей? Да, но я всё-таки закончу. Дело-то в том, что если мы поставим в один ряд в семье одногодок, однолеток мужчину и женщину, но, как правило, это не мужчина и женщина, это мальчики или девочки, у которых ярко выложены вторичные половые признаки, но они ещё ни мужчинами, ни женщинами не стали в современном обществе, они начинают, как правило, бодаться, кто из них круче. Женщина тут имеет все возможности победить чаще всего. Ну, я имею в виду, да. Поэтому борьба не прекращается. Да-да-да. Если женщина побеждает, мужику-то обидно, он начинает сопротивляться, и это начинается уже партизанская война. А я пьяным приду, типа того. А эти в глазу. Не достанете, да. А эти в глаз, там, типа того, ну же здоровее же, как правило, мужики-то здоровее. И всё заканчивается так. Женщина его может запилить, победить его морально, как сейчас говорят, а он ей просто руки за спину и мордой куда-нибудь в унитаз. Ну, условно. Здесь такие варианты. А если женщина смотрит уже на более взрослого мужчину, у которого где-нибудь 5 лет разница, он уже для неё идеал, он уже для неё мужчина, и она уже идёт к нему, чтобы не то, чтобы подчиняться, а чтобы быть женой его. Она выходит замуж. Понимаете? Не брак, а замуж выходит. А мужчина себе берёт, уже берёт ту, которая ему нравится, в которой он видит продолжение своего рода, которая родит ему детей. Другой уровень, даже вот на начальном вот этом этапе, совершенно другой уровень подхода. А когда так одногодки-однолетки пытаются между собой что-то создать? Ну, начинается. Сегодня я посуду мою, завтра ты. Но вы же одинаковые. И тем более юнисекс, так называемый. И я могу в штанах ходить. А ты, в принципе, тоже можешь юб ходить. У нас так сейчас нормально. Понимаешь? И получается такая дурацкая ситуация. Они просто борются, каждый за своё выживание, конкуренция, так называемая. Это не семья. Это чёрт знает что. Ну ладно, идём дальше. Антон, реплика в эфир. А это уже есть. Про блуд поговорили. Антон, реплика в эфир. Юноша не имеет права создавать семью. Он должен стать сначала мужчиной, мужем, мужиком. А это два круга лет. Вопросы? Какие вопросы ты Антону задашь? Ну, типа, вот он задал вопрос два круга лет. Если прошёл, тогда может. А если не прошёл, то ещё вообще ему рано. Ну, хорошо. Пусть будет так, по-твоему, Антон. Ну, вопрос такой, что мужчина, я тут безусловно скажу, мужчина должен состояться для того, чтобы создавать семью. Это вот хорошее пожелание для всех. Тут я не буду спорить, просто я не буду обозначать два круга лета, три круга лета, полтора круга лета. Тут не ключево. Потому что... Мы сейчас думаем о смысле этого. Да, просто видел множество, условно говоря, мужеского пола, но не мужеского чина. И, собственно говоря, и сорока, и пяти, десятилетних, и даже старше, которые так и остались мальчиками, но в мужеский чин так ещё не вошли. То есть не по чину. Да. Не по чину. Муж, но без чина. А вот ему пишут, Солнце написало, Алексей у нас в сказке живёт. Алексей просто-напросто хочет сделать так, чтобы наша жизнь превратилась в сказку в самом лучшем смысле этого слова. А потому он изучает древности и понимает, в чём проблемы, которые сейчас проявлены. Идём дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Андрей, здраве, рада тебя слышать. Скажи, что, на твой взгляд, представляет собой неписанная веда и как человеку научиться постигать неписанную веду? Благодарю. Я думаю, что просто Солнцу, может быть, надо отправить к нашим предыдущим эфирам, где ты этого касался? Или всё-таки ты пару слов скажешь? Нет, я не буду сейчас говорить, потому что серьёзно надо разворачивать. И тут у нас, даже не к моему сожалению, тут батарейка на том iPad, на котором мне удалось выйти в эфир, она подходит к самому заключению. Поэтому Солнцу, естественно, обернуйте, слушайте предыдущие эфиры. Там есть. Если будет мало, пишите. Мы вам ответим. Как это в сериалах? О предыдущих эфирах мы... Итак, вот это мы сейчас не будем говорить. Давай тогда быстро отвечать, чтобы iPad всё-таки... Потому что 5 минут буквально у нас... Всё, продолжаем. Леонид из Ютуба вопрос. Как узнать, какой варной ты придерживаешься, принадлежишь? Вопрос, что делать, если жене по варну ведизм... А, по барабану ведизм. Как тогда строится именно союз? То есть, первое, как узнать, какой ты варный? Второе, что делать, если жене по барабану твой ведизм? Быстренько. Ведизм — это же не ведизм сам по себе. Это правило жизни. И, соответственно, если вы по правилу... Почему я говорил в самом начале? Муж и жена необходимо быть едины. То бишь, для вас нужно единое правило жизни. Если вы со своей избранницей, скажем так, не суженой избранницей, не можете прийти к единогласию по основам события, ну, значит, семью вам держать будет очень сложно. Вот, и всё. Кому-то из вас придётся сломаться, потому что уровень невежества не позволяет как бы именно вот это согласие построить. И как узнать, какой варнии принадлежишь? Какой варнии? Ну, потому что в предыдущих эфирах где-то я тоже это в той или иной степени касался, но как бы сейчас это очень долгое описание, к сожалению, я просто не успею. Поэтому мы давай этот вопрос оставим подвешенным. Я обещаю, что мы к нему вернёмся. Хорошо. Вопрос у эфира от Васильевича. Что автор-сказитель скажет о созданной им самим семье и как это соотносится с тем, что он сказал? Ну, как бы спрашивают, хороша ли у меня семья? Я служу Богу и людям. Женщина служит мне. Детей воспитывают согласно ведической традиции. Ответ. Хорошо, идём дальше. Так. Ну, реплики, я не знаю, будем читать или нет. Идём дальше, чтобы вопросов побольше. Как узнать, кто из какого мужа или жены рода воплотится в твоего ребёнка? Я думаю, что это отдельная вообще передача должна быть. Ну, да, 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 да. Потому что мы по этому поводу делали... Ну, я имею в виду, не излагали, но там есть достаточно чёткие определения, там даже касаемые нумерологии в том числе, и там антропологическим определённым. Мы к этому тоже как-нибудь вернёмся, да. Дальше, Леонид. Если ты женился на нецеломудрой, есть шанс, что в твоих детей воплотятся твои родичи? Возможно или нет такое? Да, возможно. Да, возможно. Но тут есть, ну, как бы препятствие или, скажем, непрепятствие или возможность, да. Опять же, мы вернёмся к той добродетели. Если вы общаетесь чисто на животном уровне, то вот эти слепки предыдущих партнёров, они в той или иной степени могут проявиться, могут проявиться в достаточно большой. Если вы поднялись до уровня взаимодействия в духе, да, то, значит, призыв будет уже не с уровня, извините меня за выражение, гениталий, а с уровня как минимум душ. И, соответственно, призовётся та душа, которая знает вас. Вот. Это такая возможность есть и, соответственно, как такового влияния сколько-нибудь значимого может, скорее всего, не будет на ваше общее потомство. Виктор Башминов. Вопрос в эфир из Ютуба. Всё это приемлемо в том случае, если ты всё время перерождаешься в одном и том же роде. А разве это так, я, славянин, допустим, живу уже 100 жизней. И что все эти 100 жизней я рождаюсь в славянстве, кто это вообще может знать? Ну, скажу так, в общем, знать это есть те люди, которые многие ваши, ну, не многие, даже какое-то количество ваших воплощений могут видеть. Соответственно, наверное, подразумевается, что может быть кто-то. Но, как бы, то, что нам говорит Веда и то, что ведано нам, как веду нам, из нашей традиции, что до определенного уровня развития сущность, то есть человек мужеского или женского пола идёт, как правило, в своём роду. И это родовая линия, потому что он её формирует, он её строит и с поколения в поколение продолжает. Почему я говорю, что прадед может быть легко своим правнукам. Так, вот ещё, Ярослава. Это хорошо, если у тебя воплощается родище, а если происходит посев другой цивилизации? Ну, цивилизаций много разных, инопланетных тоже. Вот, и всё, поэтому выбирайте как бы родовичей, как бы, как минимум своего народа. Вот. Желательно, близкой к своей варне, своего народа, и тогда у вас посевов, посторонних не будет. В общем, да, следите, и всё будет хорошо. Леонид из Ютуба вопрос. Ну, на рожа есть десяток. Смогут дать только пару детям ведическое развитие. Эффект-то тогда какой? Не лучше ли пару и в хорошем квалитете? Ква-ли-тете. Не делаем ли мы уже хуже, производя на свет выродков? Выродки это выпавшие из родового хода в данном случае. Наверное, так мы это слово попробуем определить. А то, что ты правильно можешь воспитать и двоих, правильно можешь воспитать и десятерых, и не вопрос экономической составляющей. Потому что, я говорю, на сегодняшний день нас вот влокнули, говоря, вот примерно в такие условия. Но наша задача, следуя родовой ведической традиции, выйти из этих условий. Это наша задача. То есть, чтобы наши дети не нуждались и чтобы как необходимость для того, чтобы мы даже могли держать свою землю. Я говорю, получается, да, сейчас минимум четверо детей. Алексей говорит, больше я не буду возражать, потому что это выбор каждого с одной стороны. Из учета даже тех современных условий, которые нам доступны, четверо детей не порвут ни вас, ни ваш бюджет, если вы будете там хоть сколько-то разумно, правильно это распределять. Тем паче, государству все-таки сейчас какие-то преференции там. Нам не нужны особо эти подачки, но многим семьям это помогает, это могу сказать чутко. Я думаю, здесь должна быть установка приоритетов. Если неправильные приоритеты, то тогда такие ошибочные мнения могут быть. Мне как-то кто ответит, почему, если, например, 10 детей ты породил, а двоим только сумел дать ведическое какое-то развитие, как здесь написано, я не понял, а почему восьмерых-то каким-то образом так делил? Ты их чего? Ты их чего? В детский дом, что ли, отправил? Или как? Или ты на них вообще внимание обращал? У тебя были двое любимчиков и так далее? Вот мне это в голове не укладывается. Уж извини, пожалуйста, Леонид, я не понимаю. Так, Виктор, дальше реплика из Ютуба. Возможно, только я вижу, как славянин везде щемит. Ну ладно, это реплика, идем дальше. Все-таки вопросов пока еще время есть. Александр, как качественно накопить ТАПАС? ТАМАС, ТАПАС или что там? ТАПАС, вот здесь написано ТАПАС. ТАПАС? Ты знаешь, это такое? Я вот забыл, напомни мне. Ну я знаю, я знаю септик ТАПАС, например. Станция биологической очистки. Ну честно, вы расшифруйте, что имеется в виду, потому что термины начинают забрасывать, а тут может быть мы с этими терминами просто не знакомы. Дальше. Реплики, тем более библейские сейчас пропускаем, потому что уже про библейское тут было сказано. Леонид, вопрос, если родители против твоего ведического развития не просто против, а вставляют палки в колеса, как здесь быть? Алексей, ну на этом, наверное, я попрощаюсь. Родители, родителей надо чтить и уважать, но ход своей сущности надо пытаться созидать. Вот надо найти как бы решение этого противоречия. Вот, ну я, к сожалению, вынужден попрощаться, извиняюсь, если кому-то не смогли пока ответить на все вопросы, но цикл этих передач мы продолжим, поэтому не сомневайтесь, все вопросы мы разберем до самой глубины. Алексей, тебе великий благодарен, как и всегда, за поддержку, за возможность общения с родовичами и всех с Купалой поздравляю, всех, всем здравия, всем великой радости и пусть солнце сияет на нашей земле и над каждым из ваших домов. Слава Богам! Благодарю, вечная слава. Отключайся, не мучай больше телефон. Добра тебе, добра и здоровья. Давай, благодарю. Ну вот, закончился наш эфир с Сурияром. К сожалению, еще больше 10 вопросов я еще не считаю реплик, сколько осталось без ответа. Ну, технические, как сказать, технические проблемы, если так это можно назвать, они будут встречаться везде, где есть техника. Хорошее было как-то предложение развивать не технику, та, которая из железа из Кремния, из пластмассы развивать то, что нам дано природой по роду, то есть какие-то наши функции, которые в нас заложены, но дремлет, в которые мы, может быть, даже где-то не верим. Хорошее предложение. Может быть, когда-то оно на самом деле воплотится. Нисколько не сожалею, что отключение произошло, вот как это ни странно. Почему? Потому что говорить на эту тему можно бесконечно долго, но есть такая маленькая особенность. Лучше 40 раз по разу, чем не разу 40 раз, или бесконечно долго об этом говорить. Были даны хорошие ответы от Сурияра, и мне кажется, надо их просто-напросто в себя заложить, чтобы они там проросли, чтобы они на место встали, и после этого переходить уже к следующим вопросам, которые будут звучать в следующих наших передачах. Вот поэтому я не сожалею, хотя, еще, как я сказал, 10 вопросов было не озвучено. Итак, друзья мои, напоминаю, что по одному из современных календарей 21 июня 2017 года среда, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7525 лета шестица, по одному из древних календарей отмечается день мудрости числа Бога, а вообще уже наступают у нас купальские дни, и 21 июня в этом году, в этом лете уже происходит солнцеворот. Друзья мои, с праздниками вас, со светлыми нашими радостными праздниками! Пусть солнце всегда светит над вашими головами не как испепеляющее нечто, а как дарящее добро и жизнь. Пускай радость всегда будет с вами в ваших душах и в ваших сердцах. Пускай ваши мысли будут наполнены только светом, только радостью и любовью. Печально, вот мне печально с вами прощаться больше всего, потому что реже мы ещё встретимся, ещё будет эфир, а мне вот каждый эфир как праздник, и хочется побольше с вами поговорить, побольше посмотреть, что вы пишете, чтобы понимать, как вообще идёт развитие людей, человеков. Ну что ж, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Алексей Орлов, Сурьяр, Народное Славянское Радио. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно, всё важно.